Впервые за всю историю России перепись населения проходит в электронном виде. Можно дождаться прихода переписчиков, а можно самостоятельно ответить на вопросы на сайте Госуслуг, что особенно ценно в период пандемии. Тем более, что 86% жителей региона имеет на сайте личный кабинет. У нас есть все шансы пройти эту перепись именно в электронном виде, что важно, учитывая сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию. У нас есть такие закрытые заведения, так как пансионаты для инвалидов, для престарелых, детские дома, интернаты и так далее. Там перепись, естественно, будет происходить только с участием администрации, тоже это связано с эпидемиологической обстановкой. Жители региона, которые не смогли заполнить анкету на сайте, могут это сделать в стационарных пунктах или с помощью переписчиков. С 18 октября они ходят по домам. В случае, если вы заполнили анкету и получили код, его нужно сообщить визитерам. Узнать переписчика можно по голубому шарфу и жилетке с надписью «Всероссийская перепись населения». Также у каждого есть удостоверение в виде бэджика, который действительно только при предъявлении паспорта. Нагрузка на одного переписчика 550 человек. Это достаточно, скажем так, приличная нагрузка, больше, чем всегда. Раньше у переписчика был вот такой чемодан. Синий, с надписью «Росстат». Сейчас вы видите здесь практически все. Информацию переписчики записывают с помощью планшета российского производства на собственной операционной системе «Аврора». Он имеет антивандальный, термо- и влагозащиту, две карты памяти. Также переписчику выдается два пауэрбанка и стилус. Планшет закреплен с определенным переписчиком, который через свою учетную запись заносит данные о домохозяйствах. Потом они отправляются в Росстат. У нас 16%, то есть, по сути, каждый шестой житель Самарской области готов ответить на вопросы переписчиков у себя дома. 7-8% придут на переписные участки самостоятельно. И практически 60% жителей пройдут перепись населения самостоятельно на сайте госуслуг. Это однозначно говорит о высокой цифровой зрелости жителей Самарской области. Заполнить анкету на сайте может любой житель старше 14 лет, в том числе и не являющийся гражданином Российской Федерации. Никита Колосов, Николай Епифанов. События.